В 2022 году российская оборонная промышленность разработала и довела до производства новый бронеавтомобиль под названием «ЗСТС». При этом работы по новому проекту заняли минимальное время. Разработкой нового броневика «ЗСТС» – защищенное специальное транспортное средство – занимался завод «Примдизель» из города Набережная Челны. Броневик создавался по заказу одной из силовых структур из Чечни. В связи с этим готовый образец получил неофициальное название «Ахмат». Как сообщается, заказ на разработку будущего «ЗСТС» поступил весной 2022 года. Чеченские силовики желали получить простой в производстве и эксплуатации броневик с возможностью перевозки личного состава и различных грузов, а также с вооружением для самозащиты и огневой поддержки. Мероприятия по разработке проекта заняли всего 25 дней. Уже в начале мая «Римдизель» изготовил и передал заказчику первые броневики нового типа. 9 мая их показали на параде в Грозном. Затем техника отправилась в распоряжение спецподразделений. «ЗСТС» «Ахмат» выполнен на трехосном полноприводном шасси «КамАЗ-5350». Оно имеет высокие характеристики подвижности и проходимости, а кроме того, не отличается сложностью эксплуатации. Любопытно, что броневик, в отличие от базового грузовика, построен по капотной схеме. Это позволило сместить места экипажа назад и повысить их безопасность. Такая идея ранее использовалась при создании броневика «Патруль». Корпус машины выполнен из катаной брони и имеет бронестекла. Некоторые элементы конструкции заимствованы у предыдущих серий броневиков. Уровень защиты корпуса заявлен как очень высокий, без раскрытия конкретных показателей, и позволяет предполагать защиту от винтовочных пуль, возможно, бронебойных, и осколков с эквивалентной энергией. Экипаж и десант размещаются в общем обитаемом объеме корпуса. Четыре места, в том числе сидения водителя, установлены в два ряда по автомобильному. Еще шесть кресел помещаются в кормовой части отсека, вдоль бортов. Доступ внутрь броневика обеспечен двумя парами бортовых дверей и кормовой распашной дверью. ЗСТС может нести вооружение. Для его установки в крыше имеется люкс с турелью для пулемета или иного оружия. На турели на крыше броневика могут устанавливаться различные типы вооружения. 12,7-мм пулемет, 30-мм гранатомет, дистанционный управляемый модуль арбалет, ДМ, в составе крупнокалиберного пулемета, корт с боекомплектом в 450 патронах, телевизионной камеры и тепловизора. Бронеавтомобиль Ахмат уже сейчас можно признать одной из самых любопытных современных отечественных разработок в этой области. Вместо отдельных агрегатов применили готовые шасси, а корпус построили с использованием ранее освоенных решений. Получившаяся машина показывает требуемые характеристики, но при этом достаточно проста в производстве. Любопытно, что в основе проекта лежит несколько компромиссов, но конструкторам удалось избавиться от их негативного влияния.